СПОНСОР ПРОГРАММЫ ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ МАКСИНТЕР МАКСИНТЕР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 77 И КОЛЬЦЕВАЯ 66 ДРОПЬ 3 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такой тип женщин, ну, знаете, вот накормят всегда, например, ну, там, пирожки с пылу, с жару, борщ наваристый, пельмени со сметанкой, это вот про них. Не поверите, есть и машины такие, и накормят, и напоят, и даже спать уложат. И сегодня с одной из таких я и познакомлюсь. Всем привет, меня зовут Макс Радман, и это свой драйв. Драйв, который сегодня мы будем ловить от домов на колесах. Автодом. Кемпер, автодача, караван. Это автомобиль с жилым помещением в фургоне, либо отдельным в виде прицепа, либо совмещенным с самим автомобилем. Прототипом домов на колесах и их начальным вариантом являются передвижные повозки, фургоны древних людей, которые вели кочевой образ жизни и занимались скотоводством, в том числе и разведением лошадей. Чаще всего производители используют шасси легких грузовиков и устанавливают на него жилой модуль. Кабина автомобиля при этом связана проходом с жилым помещением. На современном этапе производства автодомов применяются технологии, позволяющие создавать полностью интегрированный автодом. Снаружи он становится похож не на машину с жилым фургоном, а на автобус. Чаще всего в автодоме установлены места для сидения, которые на стоянках трансформируются в спальные места. Имеется биотуалет, душ, газовая плита, холодильник, газовое отопление, кондиционер, шкафы для предметов и освещение. Также автодомом могут называть прицепной фургон для автотуризма и других целей. В Северной Америке и Европе популярен туризм на автодомах с остановками на ночлег в кемпингах, специальных приспособленных стоянках. Ну что ж, давайте посмотрим, что есть в этой двухкомнатной квартире на колесах. Вот первый шкаф, который я пытаюсь открыть. Открыл. Тут шкаф. Тут можно расположить одежду. Вот она, первая кровать здесь. Здесь тоже шкафчики, что очень удобно. Здесь есть и электричество, кстати, и газ, и отопление. Вот есть тут тепловая шторочка, если вдруг чего, включаем. И зимой тут у нас даже при открытой двери мы не замерзнем. Как вы видите, розетки, выключатели. Все есть. По большому счету, мы такие дома видели только в зарубежных каких-то фильмах. И все время, наверное, думали, что это только у них. Возможно, что у них и климат другой, и прописка им там не нужна. Но на самом деле все это не так. Давайте пойдем дальше и продолжим. Продолжаем нашу экскурсию и рассуждения. Вот здесь у нас, кстати, самый настоящий ватер-клозет. Я еще не очень научился пользоваться этими заглушками. Туалет. То есть все как надо. Цивилизация. Здесь у нас, напротив туалета, у нас душ. Так вот, продолжая тему автодомов. Вот, кстати, плиточка тоже есть. Можно добавить, что немногие просто в России знают, что автодома производятся сейчас не только зарубежными компаниями, но даже уже российские автопроизводители делают автодома, поэтому можно автодома держать и в России. Так, продолжаем двигаться дальше. Святая святых, можно сказать. Это спальня. Очень удобная, просторная кровать. Здесь, кстати, здесь у нас тоже есть кровать. Есть у нас телевизор. И не один. Тут здесь один. Там у нас второй висит телевизор. Кроме всего прочего, волшебный ящичек, который позволяет подключаться к интернету. Здесь у него еще и терабайт памяти. Ну и для большего уюта шкафчики. Вот вторая полка есть. Если у вас, например, есть дети, очень удобно, что дети просто наверху будут сами себе проводить время. Металлопластиковые окна. Все как в жилых домах, в цивильных. И все это автономно. И все это на колесах. И можно спокойно ехать, куда вы захотите. И не искать гостиницу или какой-нибудь там, ну не знаю, кемпинг. В России автодома используются в основном для автотуризма. Что любопытно, по большей части для зарубежных путешествий. Огромные размеры страны и плачевное состояние дорог мало способствовали развитию караванинга на территории бывшего СССР. К тому же климатические условия большей части страны и законодательства Российской Федерации делают невозможным использование автодомов в качестве постоянного местожительства. Тем не менее, в последнее время тема караванинга становится все популярнее благодаря потоку сравнительно недорогой бэушной автотехники из Европы и повышению благосостояния граждан. Также, как и за рубежом, стали появляться специальные сервисные центры, компании по продаже и прокату автодомов, сети кемпингов. Для активных участников караванинга в таких кемпингах, включая заграничные, действует система скидок. С 2009 года российский клуб караванеров принят в Международную федерацию кемпингов и караванинга. То, что автодом или дом на колесах не является рядовым товаром, это понятно. По большому счету, это стиль жизни. Вот представьте себе, что вы можете поехать куда угодно и когда угодно, не думая о бронировании отелей, о покупке билетов и так далее и тому подобное. В общем, можно сказать, что завидуйте владельцам таких уютных автодомов. Автодом взялся со шведского тюнингового ателье. На самом деле, он принадлежал пятикратному чемпиону мира по мотокроссу с колясками Даниэлю Стивенсену. И когда я на одном из чемпионатов мира увидел его, это была любовь с первого взгляда, и чемпиону пришлось расстаться с этим шикарным домом. Правда, он был нескольким таким, в заднем отсеке, у него был технический отсек для перевозки мотоциклов. Мы его модифицировали в отсек для перевозки людей и для работы. Ну, его полезная площадь на самом деле порядка 22 квадратных метров. Таких автомобилей серийно не выпускают, на самом деле. Это автомобиль сделан по специальному заказу, то есть у него стоят модернизированные мосты, коробка, то есть он весит 10,5 тонн, полностью сделан термос. Мы эксплуатировали его при температурах до 45 градусов мороза, он вполне себе сносно выдерживает такой экстрим. Поэтому это, конечно, не серийный образец. Ну, я думаю, что такие вещи не меряются рублями или долларами, поэтому мы оставим эти для фантазии наших зрителей. Содержание стоит не очень дорого, на самом деле, у него достаточно большой налог, порядка там 5-6 тысяч в год всего. Он весьма экономичен, он потребляет всего 18 литров дизельного топлива на 100 километров, несмотря на его вес. Он очень экономичен, у него стоит турбированный 6-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил. Ну и все остальное, на самом деле, садится в порядке, мыть, протирать, ухаживать, лелеять, гладить. Все это не очень дорого, это больше внимания, чем денег. Ну, я знаю, что сегодня набирают движение даже таких людей, которые в таких автодомах живут. В таких или прицепах, на самом деле, коммунальных платежей нет, кроме там потребления каких-то личных там. Я думаю, что да, вполне практично, можно жить гораздо дешевле, чем иметь квартиру и гораздо удобнее. Это ваша квартира всегда с вами, как улитка, знаете, да, свой дом всегда с собой. Он полностью мобильный, здесь есть своя электростанция, своя газовая станция для подогрева, пола и отопления и для приготовления еды. На газе же работают холодильники. Все работает от электричества, все работает от газа и все работает от внешних источников. То есть, это очень универсальная модель. Ну, как я уже сказал, приехал он из Швеции, поэтому мы можем сказать, что это где-то 14 тысяч километров до нас. Соответственно, он был, максимальная точка на востоке, это он был за находкой, максимальная точка на западе, он был в Швеции, он был в Западной Европе. То есть, я думаю, плечо, которое он проехал, это 1020-1025. Да, достаточно часто. Я думаю, что в году мы его эксплуатируем так активно. Ну, раз в месяц он выезжает на какую-нибудь дальнюю или ближнюю поездку. Нет. Это же, вы же ассоциируете это с женщиной. Ну, как можно женщин сдавать в аренду? Мы же нормальные. Кстати, автодома могут пригодиться не только на дорогах нашей планеты, но и в других точках Вселенной. Популярные в США автодома, больше известные как дома на колесах, могут в скором времени появиться и на поверхности Марса. Концепция, предусматривающая использование членами марсианской экспедиции транспортных средств с жилыми помещениями, является одной из основных для будущей марсианской миссии НАСА, запланированной на 2037 год. Транспортное средство, получившее название Mars Expedition Rover, это своего рода Кемпер, который сможет обеспечивать астронавтов марсианской экспедиции всем необходимым на протяжении как минимум четырех недель. Следует отметить, что идея использования таких домов на колесах намного лучше, нежели концепция, предусматривающая строительство специализированных лабораторий и жилых блоков. Безусловно, что такой дом на колесах будет характеризоваться весьма внушительными размерами, ввиду чего его отправка на Марс одним целым будет весьма проблематичной. Поэтому более вероятно, что аппарат будет отправлен на Красную планету частями. Также сообщается, что абсолютно все комплектующие Марс Экспедишн Ровер должны быть не только как можно меньше весить, но и характеризоваться высоким уровнем прочности и теплоизоляции. Торговая сервисная компания Макс Интер представляет грузовые шины данных брендов. Это Мишлен, Нокиан, Крамаран и Кама. В данном сезоне на шину Кама в размере 11 на 20 действует акция. Подробности акции можете уточнить у наших продавцов и консультантов на торговых точках компании Макс Интер. Данные шины укомплектованы камерой и ободной лентой. При своей цене эта шина ничем не уступает аналогам импортного производства. Даже самая большая разгильдяйка превратится в самую уютную домохозяйку, если увидит трепетное отношение к ней с вашей стороны. И если этот принцип работает в отношениях с женщинами, то обязательно сработает и с машиной. На этом закругляемся. Меня зовут Макс Радман. И помните, тепло и уют дело рук женских. Ну, или как минимум центрального отопления и домработниц. КОНЕЦ И ПОТОЛЬНИЕ Субтитры подогнал «Симон»